Друзья, всем привет! Сегодня уже весна, 2023 год, на улице тепло. Совсем недавно еще одевала шумы. Сейчас сегодня уже одену пальто. И вот на днях мне Игорь говорит, вернее, нам с дочкой, чтобы мы сходили на шабрик. Весна, пора обновиться. Обновить свой гардероб. Вот поэтому вчера, конечно, я уже ходила. Видите, это я в камеру хранения сдала вещи. Представляете, не хотела об этом рассказывать. Просто увидела сейчас ключи от камеры хранения. Поэтому решила рассказать. В общем, вчера дочка уже купила себе вещи, которые я захотела. То есть, ну, еще не все. Вот. Я вчера тоже ходила в торговый центр. Ездила. Сегодня уже повторно, потому что мои вещи сегодня не обложены. Несколько комплектов. И я почему бы не купила вчера, потому что сегодня я приехала с обувью. С разной обувью. Потому что надо же мерить с обувью, с которой я буду носить. И оказалось, что это не с обувью, которую даже я еще ни разу не одевала. Представляете? И вот такие вот дела. Так что я сегодня на шоппинге. До вечера точно буду что-то для себя выбирать. Девочки, женщины, что хочу сказать. Это так важно. Как же это правильно сказать? Раньше бы я сказала, не знаю, эту информацию, которую знаю сейчас, обладаю. Ну, потому что изучила много слов уже. Сказала бы, надо, может быть, найти, искать кого-то. Ну, я точно сегодня знаю, что невозможно кого-то найти. Вот иди, сходи, найди. Попробуй вот так вот целенаправленно иди, найди, кого на себе нет. Это нам Господь. Это нам Бог дарит встречи с разными людьми. Именно с теми, именно с теми, которые нам нужны. Вот. Просто нужно довериться этому. Все происходит так, как должно быть. И если сегодня у нас негативный опыт, а он у каждого есть. А у кого-то такая черная полоса, так сказать, да, темная полоса. Если как-то посветлее сказать, да. В общем, очень тяжелый период. У меня тоже было. Надеюсь, что уже заканчивается. Подходит к концу. Так вот, это не всем дано. Вчера с таксистом ехала, когда сюда вот на шопинку. Я ему задала некоторые вопросы. Я сейчас смотрю на людей. Ну, я понимаю. Не важно, как одет человек. Может быть, шикарно. Какая-то. Все галочки. Это ни о чем не говорит. Главное, что вот здесь у человека. Какими он идеями живет. Какими мыслями издевает. И важно, какие он делает поступки. А поступки у нас всегда исходят из наших мыслей. Ну, из людей сначала, да. Какая идея была везде. Поэтому это очень важно. То, чего мы сегодня хотим. Потому что через некоторое время мы к этому придем. Вот. Ну, то, что такая тема очень глубокая. Конечно, очень серьезная. Очень. Люди улыбаются мне. Вернее, человек. Вот. Вот такие вот дела. И вот с таксистом ехала, да? Недорассказала. Хочется сказать. Почему я говорю, что оказывается, ну, некоторым даются очень тяжелый период в жизни. Некоторым людям. Одна из них это я. Оказалась. И это я ему вчера спросила. Я говорю. Он сколько лет? Он сказал. 47. Я говорю. А вот какой смысл в вашей жизни? Ради чего вы живете? Он так на меня посмотрел. Хорошо, говорю. Ради кого вы живете? В всем смысл жизни, да, вашей? Он так посмотрел на меня. И сказал, что я об этом никогда в жизни не задумывался. Ну, и потом в процессе беседы он сказал, что у меня нет таких знакомых на протяжении 47 лет, сколько, говорит, я живу, чтобы кто-то об этом вообще задумывался. И я с кем-то, чтобы на эту тему разговаривали. Ну, я тоже, честно говоря, не помню в моем окружении. Тоже мне 47 будет 12 октября 2023 года. Тоже не знаю таких, кого вы так очень сильно шандарахнуло во всех сферах жизни в отношениях с любимым человеком, с личным человеком. Ну, нужно потому что меняться, выходить на новый уровень. Многие живут так, как все. Мне это не стало не устраивать. Так, ладно. Мне об этом тоже глубокая тема. Здоровье. Здоровье. Тоже меня очень коснулось. Поэтому я сегодня здорова. Отношения с любимым человеком, да, с близким человеком, с мужем, которые мы стали устраиваться когда-то. Лет пять назад, скажем, в 18-м году, наверное. Весной, кстати, да, пять лет назад. Поэтому сегодня у нас прекрасные отношения. И вот он, он сам говорит, здесь ходит в шокинг, ходит в ресторан, в бкафок. Ну, в общем-то, все, то, к чему я стремилась, то, чего мне когда-то, пять лет назад, стало не хватать, не доставать. Я понимала, что я не хочу жить так и все. Вот. Как долго получается? Тут уже шесть минут, почти все. Вот. Ну, это, конечно, все знания, все время, пять лет моей жизни, да. И поэтому я говорю о том, что очень важно, очень важно, друзья мои, какая идея сегодня сидит в нашей голове. Потому что идея, которая в нашей голове, она будет реализована через некоторое время. Задумайтесь, о чем сегодня вы думаете, чего вы хотите. Может, вам это и не нужно. Вот. Потому что это в любом случае исполнится. Ну, например, смотрите, кто-то хочет, например, омолаживаться, да, молодиться. Ну, молодыми хотят всех. И мужчины сейчас тоже. Долгие годы. Вообще, я не думала, что так долго мне затянется это. Просто хотела сказать, что я на шопинг, вот это. Начала говорить о том, что я о том, что уже сказала. Так, ладно. Такое видео длинное получается. Ну, ладно. У меня просто рука уже устала. Я уже ее так поддерживаю. так вот ноготочить свою поддерживаю. Да. Какие сферы жизни важные, да? Вот, то есть, это отношения, отношения с партнерами коснули меня. Санда Рахмала у меня тоже, да? Ну, все к лучшему, все к лучшему. Мы к кому-то привязываемся. Рассказываются. Для чего это все делает Богов. Бог. Это все во благо нам. Потом, со временем, когда мы начинаем изучать информацию. Вот, и начинают изучать информацию и искать истину. Истину саму. Да, потому что информации много разной. Много психологов. Разных. Разных. Они могут улыбаться и рассказывать правильные, вкусивые вещи. Но вопрос в том, а как сегодня с тобой, дорогой психолог, чувствует себя, твоя семья, твой муж, твои дети? Счастливы ли они с тобой, психолог? Ну, психологов сейчас очень много. Очень, очень. Поэтому это очень важно, за кем мы идем, кого мы слушаем. Потому что именно такими же мы станем. Не так давно я об этом узнала, поэтому моя задача это сказать. Это истинно, это правда, это очень глубоко. Мы станем именно, станем жить именно так, как этот человек. Станем чувствовать так, как этот человек. Станем поступать, делать такие же поступки, как этот человек. Мы пропитываемся идейами того, за кем мы идем. Понимаете, мы будем? Поэтому я искала истину, я искала людей, психологов, не, не психологов, сначала психологов. Но потом поняла, что психолог это человек, который учит, обучает, кто-то манипулирует, чтобы зарабатывать на людях, несчастных, скажем так, ну, то есть, проблема у всех, многих. Вот. Я поняла, что нужно искать мудрецов, то есть, людей, которые не просто глаголят о чем-то, а они говорят, и они именно так и живут. Вот. Я к этому иду, я прям стремлюсь к этому, вот это для меня важно. Нет, получается. Вот. Ну и все, какие сферы, мы этим дарахнули, так сказать. Пять лет моей жизни. Не коту подходит. Нет. Отношения. Всегда нужно говорить, если даже на пять чувствуешь, ну, пять, пусть будет с минусом, потому что всегда нужно стремиться к тому лучшему. Правда? Есть отношения личные, отношения с партнерами, здоровье, поэтому я сегодня здорова. Вот. Вот и моё спортом. Ну, что еще? Ну, вот, в общем, вот так. Ну, все, друзья, у меня рука уже встала. Думаю, самое главное, сказала, то, о чем думала. И вот, кстати, об идее, да, очень важно думать о том, о чем мы думаем. Представляете? Потому что это через некоторое время становится нашей реальной жизнью. Это очень важно. Вот. Это очень важно. Ну, например, да, я пример начала приводить. Например, кто-то хочет молодо выглядеть. Начала этот пример, да, говорить. И девушку, ну, не девушку, женщину, у кого уже есть какие-то проблемы, реально, да, то есть какие-то барширные навыки, еще где-то. Они хотят стать моложе. И вот это вот на самом деле это называется, знаете, как, то, о чем сейчас я скажу, это называется лень. Это называется лень. Люди хотят так раз таблеточку какую-то выпить и, например, омолодиться. Ну, это не таблеточка, конечно. Это, например, уколы красоты, делают что-то, вкалывают, какие-то инъекции и так далее. Эта тема тоже глубокая. У меня тоже есть что об этом сказать и про себя. И я, что я про себя рассказываю, конечно, с его личным опытом. Вот. И почему это опасно? Потому что если вы сегодня этого хотите, то это достигните. То есть вы начнете скопить на эти цели вместо того, чтобы поизучать. А может быть, например, спросить меня, Алёна Розова, а почему ты так прекрасно выглядишь в свои почти 147 лет? Пожалуйста, я отвечу на этот вопрос. Нестандартные решения. Поэтому нестандартно выгляжу, да? Не как все. Вот. Ну, есть другой пример, например, кто-то хочет... Скоро весна, почему-то у нас женщины, да и мужчины, собственно, хотят постранить. Когда раздеваться будем в купальниках? А что? Все остальное время года не надо? Почему вы хотите истранить, ну, те, кто хочет истранить? Для кого-то, да? Для каких-то посторонних людей, скажем, на показ показать себя. Так может быть, лучше истранить, худеть для себя любимого, любимую, да? Потому что мы же каждый день смотрим за зеркало. Это любовь к тебе называется, да? Любовь к тебе глубокая, настоящая. Это не то, когда мы кушаем, столько хотим и принимаем себя такой, каким мы хотим, да? И не меняемся при этом, да? принять себя нужно. Нужно для начала, да? Чтобы не корить тебя, не винить, ну, и так далее. Вот эти все негативные эмоции не буду перечислять. Я тоже прошла, ну, пять лет назад, в 2018 году. Это нужно было все пройти. Все пройти, все вычистить из себя, чем, что у меня и было. Вот. Ну, что делают в этом случае? Есть такие люди, специалисты, которые разводят лентяев. Может, они сами такие. Я не знаю, никто никого обвинять. Ну, в общем, мысль такая создалась, я ее сказала. Ну, как же, потому что сильные люди рождают сильных людей, да? То есть, своим примером, своими идеями, своими поступками. Ну, слабые люди, соответственно, делают то, что сами делают. мы делаем всегда то, что... Мы предлагаем то, что мы сами делаем. Понимаете? Вот, поэтому у меня возникли такие мысли, что, скорее всего, те, кто, что предлагают, именно этими людьми являются. Либо сильные поступки дела, либо все-таки слабые, ну, рождают слабых людей. Итак, те, кто хочет пострадить, пострадить, да? Что здесь я знаю? они приглашают как это, убрать бока каким-то образом, да? Кто-то массажами своими приходите, мы вам все уберем, только не один курса, несколько, да? Деньги только гоните на бочке, пенишки сюда. Вот, вместо того, чтобы работать, ну, там, отца оставить кто-то жиры, кто массажами, в общем, кто начал граст, кто как бабушки зарабатывают. не могла сказать деньги, но я считаю, что это нечестный, это нечестный бизнес, можно ли это назвать бизнесом? Не знаю. Есть, конечно, массажисты, честные, личные, разные в категории людей, а есть те, которые манипуляторы, манипулируют на слабостях людей. То есть, что значит манипуляция, вот сейчас коротко скажу, очень коротко, это когда вот человек не хочет этого, но ему так описывается картина, а вот ты приди ко мне, и у тебя будет вот то-то-то-то-то, и ты избавишься вот от этого, да, то есть, конечно, все этого хотят, ну, многие хотят, самые больные точки туда и давиться, да, вот. Я считаю, что это нечестно. А, что такое манипуляция? Это, это, когда человек, то есть, когда мы поступаем таким образом, чтобы человек сделать, сделал то, чего он не хочет, прочитав или услышав нас, ну, манипуляция, да, психологи обучают этому делу, их этому тоже обучают, сейчас с людьми. Вот, ну, есть разные психологи, конечно, разные, очень разные, массажисты, разные, психологи, ну, и так далее, все сферы, вообще, зависит, что внутри человека, то есть, очень важно знать личных человека, как он живет, быть, да, в доме, в квартире, если это возможно, тем более, если это у вас завязываются отношения, вы идете за этим человеком, важно знать семью, то, как, на самом деле, живут в этой семье, какие слова говорят со друг к другу, родные дети, родители и так далее. Вот, ну, все, друзья мои, почти 20 минут, я могу рассказывать, как поняла, много чего, у меня уже и есть, что рассказать, разные темы, пять лет моего опыта. Вот, ну, все, всем пока-пока, пошла я на шопинг, вернее, пришла, пойду в отдел. Стоит, отлично.